Ботанический сад Древесины, которые можно использовать в столярных изделиях Для того, чтобы проконтролировать влажность древесины Мы будем использовать влагомер Здравствуйте, Георгий Иванович Ну вот, в очередной раз мы привезли вам вот такой вот приборчик Для измерения влажности Он бесконтактный О, это очень интересно Без штырьков У меня есть с иголочками, со штырьками А этот более удобный Это площадочка, вот эта, да? Да, вот мы сейчас его включим Давайте Запускаем наш прибор Выставляем Значение по нашей Плотности древесины Какую мы сейчас будем Ну, наверное, более рыхлую Вот ту Как-то мы с вами ее пилили Да, она Относится к нам и к хвойным Хвойная порода И просто-напросто Прикладываем Но она показывает 25% Потому что она у нас Вот в этом штабеле находится Вот в этом штабеле она лежала, да Но все равно Относительно уже она Помещение занести Она будет вот 25% Ну, лежала она долго Несколько лет Поэтому, да Она подсохла очень Неплохо, да Ну, она и по весу Дайте-ка попробую Попробуйте Мне интересно Вот этой площадочкой Да, вот прям площадкой Ну, 22-25 где-то так Ну, в зависимости от Досушивать надо Но уже подсохло Очень неплохо Ну, ее теперь помещение надо Так, возвращаем А следующие Если нам уже Кроме хвойной пород Значит, у нас есть Плотная Это ирга Которую мы когда-то С вами пилили Есть ясень Так Это у нас Кстати, экзотика Это Ага Кацура Она же багряник японский И совсем экзотика Это магнолия Обратная яйцевидная Которая у нас тоже Брусочек получился После урагана Сейчас померяем Это интересно Ну, тогда они же Плотные Магнолия нет Значит, тут Тут какие градации есть Ну, от двушки Давайте ее Поставьте 5 Поставьте 5 Она не очень плотная Мне кажется И по весу От единицы до Вот 5 Вот давайте И померяем Вот, пожалуйста Пятерка стоит Попробуйте О Ага Восемь с половиной В другом месте Да Восемь с половиной Значит Брусочек Это лежал лет Пять В воздушном Сухом Помещении В сухом помещении И поэтому Влажность уже Совсем Низкая Так А теперь Это более плотная же Да? Нет, давайте Давайте все-таки Иргу померяем Она как раз Под навесом На улице Хранилась Давайте Но она твердая Очень твердая Значит, мы оставляем десятку Ну, может быть, девять Нет Давайте девять Давайте девять Все-таки Вот Давайте девяточку Пробуйте Померяем Слушайте, как просто Да Мне нравится Вот тут повыше Десять с половиной Второй торец проверим Тут восемь Нет, девять Девять Ну, в общем Это нормально Девять-десять Нормально Ее еще в помещение Девять с половиной Девять с половиной Она будет вообще Да Ее можно довести До хорошего состояния Которое позволит Ее точить А точить Ее очень приятно То, что нужно Так Значит Кацура Выставляйте мне, пожалуйста Четыре или пять Потому что Она не очень плотная Не самая плотная Средняя по плотности Давайте Четверочка Ну, пять Да, хорошо Давайте ее померяем Десять Девять Ну, считайте Десять Будем говорить Десять Ну, девять с половиной Ну, десять Десять процентов Девять-десять Вот Ну, получается Ну, она уже Можно ей пользоваться Не знаю Может быть Попробуем Как-то, мне кажется Высоковато Для Для помещения Поменьше Сделайте Она все-таки Достаточно Пористая Легкая Троечку Или четверочку Нет Троечку Троечку Давайте Троечку Посмотрим Как изменится Там было Девять-десять А теперь Тут немножко Побольше будет Здесь Тринадцать Ну, что делать Значит, она такая Да И давайте Теперь плотную Это ясень Это тогда Десятка Так Послушайте Ясень Где-то Нет, ясень 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 Давайте тогда Десяточку Все-таки Суровая древесинка О, семь с половиной Хорошо просох Семь с половиной Семь с половиной А с другой стороны? Давайте С другой Посмотрим Семь с половиной Ну, то есть Показывает Показывает точно Каждый раз Более-менее точно А давайте Вот На этом срезе Которую мы Раньше пилили Григорь Сейчас, сейчас Давайте Давайте Она же тоже На том же значение Это тоже девять Да Вот Здесь двенадцать С половиной Это понятно Понятно Это воздушная Сухая Ну, что Интересный Аппарат Мне он Очень нравится Во-первых Можно Выставить Плотность Древесины Это действительно Важно А самое главное Это Вот этот Вот контактный Способ Да, самый простой Не надо Ничего прокалывать Не надо Ничего портить И особенно При работе Очевидно С большим С большим Количеством Материала Прикладываем Ну, это надо Только другую Позицию Вот здесь Вот выбрать Какая? Вот Она Показывает Процентах И уже Она будет Зафиксирована И вы уже Можете К каждому Подходить К бревнышку Или к куску Ну, вот я просто чувствую Если будет увеличение Она запищит Вот как даже Даже пищать умеет В общем, мне это нравится То, что Действительно Быстро Можно работать А точность Мы проверили Да Неплохая Да Но если даже Есть какая-то Погрешность Один, может быть Процент Это не влияет Ну, по крайней мере Можно этим прибором Оценить Досушивать Не досушивать Пойдет в дело Если там, допустим, 80% Ну, что с ним делать И что возиться Да Это очень удобно Даже в магазине Который продается Древесина И то Ой, это точно Это мы можем Примерно прикинуть Потому что Независимо от продавца Объективно Потому что пишет 18% А ты подходишь А там Все 40% Могут быть Да Это действительно Карманный Такой вариант Легкий Григорий Ленинзар Спасибо большое вам За тестирование Нашего приборчика Ну, а вам спасибо За информацию Очень приятная вещь И вам подарок О, батюшки мои Спасибо Спасибо Все До свидания До свидания